Смотрите в выпуске. Коррупция, увольнение и тайны. Чем запомнилась оперативка с Радием Хабировым? В Уфе студентов начали учить управлять квадрокоптерами. Узнали, зачем это нужно. Как уфинские бездомные переживают холодную зиму? Политическая повестка недели началась с оперативного совещания в Центре управления регионом. Ради Хабиров начал с итогов прошедшей семидневки. Потом, по традиции, были заслушаны доклады о состоянии самых важных сфер жизни Башкирии. После выступления министра здравоохранения у главы республики возникли вопросы. Доклад окончен. Я прошлый понедельник вам высказал, что происходит с невозможностью записи. За эту неделю что сделано? Вот даже по докладу у нас все-таки опять проблемы есть. Вы там взбодрились там как-то? Занимаетесь этим? Да так точно. Ради Фарич, ежедневно этим вопросом занимаемся. С пятницы поехали по району по вашему поручению и встречаемся с населением. Также собираем актуальные вопросы. В некоторых местах нужно точно решать проблему. А что, кадровое решение? Кадровое. Принимайте, вы же министр. Если кто-то не справляется, значит надо убирать и все. В следующем докладе исполняющий обязанности председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям сообщил, что зимой вырос риск пожаров в садовых товариществах. 5 декабря в Демском районе загорелся частный дом. Погиб ребенок 2015 года рождения. Еще три человека пострадали. А Ради Хабиров поинтересовался судьбой 50 миллионов рублей, выделенных на садоводов. Нет ничего проще, на мой взгляд, 50 миллионов, значит, сделать на них отсыпку. Никто не просил вас там асфальта и так далее. Контрольное управление выехало, посчитало, там, значит, на 6 сантиметров меньше, там, на десятки, там, сотен и тысяч кубов, значит, меньше отсыпали. Вот даже с этих 50 миллионов, значит, куда-то прошло. Какие решения приняли? Сейчас проводим проверку. Встречались с подрядчиками, с заказчиками. Слушайте, я никогда не был вот такой сторонник. Вот все материалы, какие есть, оформляйте из-за вашей подписи в прокуратуру. Отправляйте. Отправляйте в прокуратуру. Если там уголовное преступление, пусть их сажают. Дальше главе Башкерии представили доклад про строительство жилья, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Два следующих выступления были посвящены внедрению и развитию системы дистанционного образования. Ваши доклады, ну, ваш доклад, я, Балат Вакилович, доклад, там он с базовых вещей должен начинаться. Если в населенном пункте нет интернета, соответственно, все это там теряет смысл. Но мы договорились, по определенным крупным-то у нас в школах везде сейчас есть, так? Да, полностью, все школы, 100% у нас имеет интернет. Не надо больше забираться на дерево и сидеть там, лазить? Нет, не надо. Завершать оперативное совещание должен был доклад председателя регионального госкомитета по делам юстиции. Однако Ради Хабиров перенес его выступление на следующую неделю. Оказалось, что в этом замешан центральный ЗАГС УФИ, закрытый уже много лет. Я бы хотел, чтобы вы показали все-таки наш уфимский ЗАГС вместе с Ратмяловичем, посмотрели, и по итогам сделайте предложение, которому мы не откажемся, и Андрей Геннадьевич не откажется, и деньги найдем, и давайте что-то хорошее для уфимцев тоже сделаем. Ладно, вы понимаете, о чем я говорю. После отсылок к классике мирового кино Ради Хабиров заговорил проще. Призвал глав районов республики вернуться в школы, чтобы оценить там питание. И снова Хабиров обратился к министру здравоохранения с весьма загадочным пассажем. Я помню, три года назад, я сейчас уж не буду до конца все тут говорить в прямом эфире, чем я занимался. И проводил совещание, значит, с главными врачами, там звон стоял. Почему? Помните, почему? Потому что, когда начали разбираться по записи, некоторые умники что делали? Помните? Не надо этого делать. Посмотрите еще раз. В завершении оперативки глава Башкирии анонсировал закрытое заседание правительства региона. На нем обсудят важные и острые вопросы жизни республики. Андрей Шарыгин, телеканал ЮТВ. В Башкирии установилась по-настоящему зимняя погода. Трескучие морозы сковали улицы. Люди утепляются, но сложнее всего в этих условиях бездомным. Поэтому для них в Уфимском парке имени Калинина, рядом со зданием ветеринарной клиники, развернули пункт обогрева. Это палатка, это не стационар какой-то, да? Вот это большая военная теплая палатка. Палатки появились в рамках проекта «Голос наших улиц». Его цель – всячески помочь бездомным. Часть финансирования организаторы получили от фонда президентских грантов при поддержке Республиканского министерства семьи и труда. Печь-буржуйка, тепловая пушка и деревянный настил с мягким покрытием для сна. Здесь обездоленные люди могут укрыться от мороза, поесть, переночевать и обновить гардероб. Стали собирать одежду, что-то там организовывать по питанию. Сегодня ведем переговоры, ребята с одной мечети готовы помогать, приезжая плов готовить. Постояльцы должны соблюдать правила совместного проживания. Алкоголь и выяснение отношений здесь под строгим запретом. Некоторые проживают здесь на постоянной основе. Они всячески помогают организаторам поддерживать местный быт. Ночевали в подъезде, вышел мужчина, он нам чай налил, нам холодно было. А потом вышел, дал покурить и сказал, вот я в интернете нашел, в это место сходите. Ну, рядом тут от ГДК решили сходить. Окошки дуют в палатках. Мы зашивали вчера окошки, весь сшили баннер. Вчера протягивали кабель электрический. Сходим за водой каждый день. То есть они старики не могут, мы молодые ходим. Я сам с Оренбургской области, с Новотроицка. Вот, а сюда приехал, ну, как бы, работу найти, что ли. Руслан говорит, что покинул дом из-за пьющих родителей. Он умеет класть плитку и клеить обои. А еще он профессиональный художник. Помогают бездомным в сильные морозы и в других городах России. Например, в Москве пункты обогрева ежегодно начинают работу с 1 ноября. У наших соседей в Казани и Оренбурге также есть ночлежный дом и пункт обогрева, где бродяги могут укрыться от холода и подкрепиться. Как сообщили нам в Министерстве труда и соцзащиты Башкирия, за 9 месяцев этого года в Центр оказания помощи людям без определенного места жительства обратилось 472 человека. Вы тоже можете помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на ваших экранах. Очень важна нам сегодня теплая одежда. Пусть она будет бэушная, но в чистом формате, потому что людей иногда на самом деле привозят в непотребном виде. И, конечно, нам лучше свитера, теплые брюки, какие-то трико, может быть, ватные куртки, обувь. Мы с удовольствием примем. Напомним, пункт обогрева находится в Уфимском парке имени Калинина, рядом со зданием ветеринарной клиники. Артур Бигнов, Виталий Федотов и Андрей Лугоши. Телеканал ЮТВ. Сейчас это уже такая практически детская игрушка, когда школьники пытаются снимать какие-то свои вайны, тиктоки и прочие с использованием коптеров. Почему нет? С недавних пор беспилотные летательные аппараты, а проще говоря, коптеры, у всех на слуху. По большей части из-за того, что они впервые в истории стали активно применяться в зоне боевых действий. Но и в повседневной жизни хватает задач и проблем, решить которые помогло бы это устройство. Где же можно применить коптер? Этим вопросом задались в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности. Там дроны осваивают студенты по специальности пожарная безопасность. Для ЖКХ можно их применять, да, то есть обследовать здания, сооружения, например, на проблему, связанную с облиянием, крыш, кровли. Обследование теплоутечек, да, то есть, скажем, у нас где-то строительство велось с нарушениями, мы можем это заметить, да, и, скажем, предотвратить. Есть коптер «Клевер». В данный момент на нем установлен тепловизор, да. Как раз-таки с помощью него можно проводить обследование сооружений, может быть, находить животных в лесу, да, которых там мы хотим, биологи, может, хотят исследовать, зоологи исследовать там что-то еще. Ну и, собственно говоря, идентифицировать человека. Один из кабинетов колледжа стал лабораторией, которая полностью посвящена квадрокоптерам. Собрать ее удалось за год. А фундаментом стала часть оборудования с прошедшего недавно в Башкирии чемпионата WorldSkills. Сразу аппарат и пульт управления в руки студентам никто не дает. Тут все как и с самолетом. Сначала нужно понять основные принципы управления, проводя часы за виртуальным симулятором, понять, как устроен коптер и как его чинить, если посадка оказалась неудачной. То есть он понимает, из чего он состоит, как его можно починить, как его спроектировать, как устранить неполадки, как наладить систему, как ее модернизировать, как провести безопасное обследование чего-либо, то есть полеты. Полетный эмулятор, то есть среда, в которой мы полностью виртуализируем мир, и человек учится управлять им. Сколько нужно летать в эмуляторе, чтобы можно было, как вы говорите, взять железку и полететь? Скорее всего, тут надо оттолкнуться от умения, которое выработается у него в процессе подготовки. То есть нельзя сказать, два часа, и ты готов. Тут, как и с вождением, наверное, то же самое. Пока бороздить воздух, стоя на земле, учат только будущих пожарных. Лучше всех в своей группе с этим справляется Амалия Атулина. Девушка начала летать четыре года назад, и сама может запрограммировать аппарат или починить его. Я в комнате начинала с небольших квадрокоптеров, то есть так, чтобы всем было безопасно. Взлететь – это самое легкое. Самое сложное – это, скорее всего, сделать так, чтобы он никуда в стенку не влетел, и посадить аккуратно, чтобы ничего не вылетело, не сломалось. В рикет-спасательных операциях, когда начался пожар, и где-то, например, остались люди, можно использовать квадрокоптер, который будет патрулировать периметр, выяснять, где пожар, и, возможно, вычислять какие-то опознавательные знаки, по которым может определить место нахождения людей. Также он может помогать тушить пожар непосредственно, то есть большие квадрокоптеры не способны переносить большие грузы с водой в том числе. Сейчас коптерам ищут применение по всему миру. Некоторые зарубежные компании стараются приспособить их для доставки посылок. С их помощью следят за популяциями вымирающих видов животных, а также применяют для сельского хозяйства. Но в России коптеры свою нишу пока еще не заняли. Ну, скорее всего, все упирается в финансовую составляющую, да, и, наверное, ну, собственно, общество должно быть тоже к этому подготовлено. Напомним, что сейчас один из крупнейших производителей аппаратов, компания DJI, отказалась поставлять свою продукцию в Россию и Украину. При этом руководство Башкирии в 2021 году подписало с рядом компаний соглашение о создании в регионе кластера беспилотной авиации. Он должен заниматься разработкой и выпуском своих компонентов для летательных аппаратов и научной деятельностью. Стоимость проекта год назад оценивалась в 2 миллиарда рублей. Мы отправили запрос в правительство региона с просьбой рассказать, на каком этапе находится его реализация. В следующем году в Колледже радиоэлектроники планируется начать набор на новую специальность — эксплуатация беспилотных авиационных систем. Егор Полторыхин, Руслан Габидулин, Телеканал ЮТВ. Руслан Габидулин, Телеканал ЮТВ. Продолжение следует...